Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток, я Олег Дмитриев. Сегодня мы будем говорить на тему инноваций. Инноваций. В названии очень много, ну давайте так, трудновыговариваемых и многим непонятных слов. Поэтому, уважаемые гости, ваша первая задача будет, да, это все дело расшифровать. Итак, эфир мы назвали так, синергия между инновационными проектами, успешные кейсы. Представляю гостей в студии сегодня Игорь Рябенький, управляющий партнер инновационной компании «Альтаир». Игорь, добрый день. Добрый день, Олег. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И в студии Константин Синюшин, управляющий партнер венчурной компании, это важно, да, я так понимаю, Константин. The Untitled. Добрый день, Константин. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, Олег. Спасибо. Добрый день, Игорь. Как у нас сегодня, да? Практически версальские такие приветствия, представления. Это нормально. Уважаемые слушатели, для вас я напомню телефон прямого эфира, телефон студии 6510996, ход города 495, сайт компании finam.fm. Как всегда, у вас есть возможность присоединиться к нашему эфиру, позвонив, либо написав нам на адрес электронной почты. В общем, все это вы знаете. Ну и традиционный вопрос вам. Знакомы ли вам успешные собственные инновационные проекты, если уж мы говорим о конкретных примерах, ну и синергии между ними? Изначально, да? Ну, собственно, с этого мы сейчас начнем. Зачем она нужна? Что это такое? Вот в контексте сегодняшнего рассказа. Игорь, итак, о чем речь-то? Синергия. Ну, синергия – это когда проекты друг друга хорошо понимают и в некоторых аспектах могут быть друг другу сильно полезны. Понятно, что мы занимаемся проектами ранней стадии. Это интернет-проекты в основном. И поскольку у нас компания ориентирована именно на небольшие инвестиции для начинающих коллективов, то они в основном ограничены в своих средствах, чтобы делать много вещей. А делать хочется много и делать хочется хорошо. Поэтому здесь сотрудничество, разделение труда и синергия как раз становятся достаточно важными. У Alteiro под управлением сейчас порядка 70 проектов. Когда мы выбираем проекты для инвестирования, мы часто уже смотрим на качество той команды, которая приходит и что они будут делать. И насколько это будет полезно для рынка в целом, насколько это будет полезно для других наших команд и получится ли у нас дополнительное качество. То есть основное правило синергии – это, в принципе, 1 плюс 1 равно 3. Да, да, это важно. Не 2 именно, а 3. Константин, я правильно понимаю, что речь идет, прежде всего, о стартапах, так популярных сегодня? Ну, в том числе о стартапах. Единственное, я хотел, может быть, немного дополнить. Вот с моей точки зрения, когда мы говорим про синергию, она, в общем, бывает разная. Особенно у стартапов. Вот бывает ситуация, как мы называем, синергия маркетинговая, а бывает синергия технологическая. Вот оба этих примера достаточно интересны, но про них нужно поговорить отдельно, потому что они совершенно по-разному устроены. А технологическая синергия состоит в том, что проекты, соответственно, могут использовать какие-то… Ну, при формировании своего оригинального продукта каждый конкретный проект может использовать на самом деле чужие технологии. Вот. А есть, на самом деле, синергия маркетинговая, когда, значит, основной, так сказать, основной эффект достигается за счет возможности построения единого маркетинга, так называемого, целого стека продуктов, которые друг друга взаимодополняют при условии, что они нужны одним и тем же заказчикам. А вот с моей точки зрения, если говорить о нашем рынке, первый вид синергии технологической, он как бы развит существенно лучше, чем второй маркетинговый, хотя вот мы, как посевные инвесторы, на самом деле очень верим в историю именно стековых продаж именно в маркетинговую синергии. А почему именно настолько неравномерно, что технологические, вы говорите, больше развиты в России? Ну, потому что в России вообще технологии развиты больше, чем в маркетинге. А, в этом смысле. Ну, есть и подвижки хорошие в этом направлении. Допустим, Altair в прошлом году решил поддержать ряд проектов, которые направлены на продвижение в интернете, на продвижение для крупных клиентов, на продвижение для тех же стартапов, на продвижение для онлайн-компаний. И мы последовательно начали инвестировать в ряд каких-то стартапов, которые решают эти задачи. А некоторые инвестиции, в том числе, мы доинвестировали в одну компанию, которую перед нами компания Константина проинвестировала. Цель была общая. Если, допустим, вот здесь, с точки зрения маркетинга, мы посмотрели, что сегодня для продвижения нужно адресовывать много областей. Это и, я имею в виду рекламу, допустим, и продвижение в интернете. Это и поисковые системы с их выдачей, это социальные сети, это мобильные приложения и так далее, и так далее. Там какие-то вещи, которые на стыке онлайна с оффлайном. Мы последовательно инвестировали в такие истории. Эти истории сами по себе хорошо развиваются, но они друг другу помогают и общим подходом, и тем, что когда приходит какой-то клиент к одной из компаний, он может добрать недостающие компетенции у другой компании. Игорь, я правильно понимаю, что возможен такой вариант развития событий, что вы как инвестор рассматриваете тот или иной проект именно с точки зрения синергетической составляющей? Если взять этот проект отдельно, вы бы, может быть, на него бы и не согласились, а понимая вот этот эффект синергетический, говорите, да, тогда... Да, Олег, такой подход есть. Вообще, если какой-то проект, который к нам приходит, хорошо вписывается в наше представление о мире и как он будет развиваться, шансов, что мы с ним будем работать гораздо больше. И, конечно, когда я вижу синергию между проектами, я понимаю, что наше участие в проекте не сведется только к выписке чека, а мы сможем помочь, и в том числе за счет экосистемы, за счет синергетического эффекта, то, конечно, вероятность того, что мы будем играть гораздо больше. Кстати, очень интересная тема выписка чека. В принципе, да, венчурные, инвестиционные, и тем более бизнес-ангелы, они вот, как правило, каким образом рассматривают будущий успех. Значит, вопрос, собственно, с какой точки зрения я хотел бы построить. Вам интересно более детальное, что ли, более глубокое участие в проекте, чем лишь выписать чек и наблюдать, как он успешно развивается? Смотрите, здесь, на самом деле, слово «интересно» с моей точки зрения не совсем правильно описывает нашу мотивацию. Ну, во-первых, вот небольшое отличие нашей компании от известной компании «Альтаир», у нас очень бутиковая история, у нас сегодня всего 12 проектов, мы, может быть, еще возьмем не более четырех, и дальше мы будем брать только по мере выхода, потому что мы как раз, так сказать, очень глубоко стараемся погружаться в ту предметную область, которыми занимаются проекты. И в этой связи у нас, в принципе, инвестиционная стратегия немножко другая, то есть поскольку мы понимаем, что мы все равно из всего многообразия замечательных проектов возьмем проектов очень мало, то мы, наоборот, сначала проектируем сами себе на бумаге какие-то интересные, с нашей точки зрения, отраслевые тренды, потом примерно пытаемся реконструировать, какой сервис наилучшим образом, или какой набор сервисов наилучшим образом этому восходящему, пока еще не очевидному тренду мог бы удовлетворить, и только потом уже ищем проекты, которые так или иначе похожи на вот этот наш идеальный образ жениха на белом коне. Соответственно, мы как раз инвестируем только в синергетичные проекты, а в несинергетичные мы, в принципе, не инвестируем. Это вот, кстати, к вопросу, на который Игорь отвечал некоторое время назад. То есть ваш выбор между тем или иным проектом определяется именно тем, сможет ли он вписаться в этот... Соответствует ли он нашему априорному представлению о том, как будет развиваться отрасль. При этом мы понимаем, что, несомненно, наше представление может быть ошибочным, но это как бы наши риски. Соответственно, мы как раз, выбирая вот эти направления, мы, отвечая, собственно, на ваш вопрос уже формально, мы исходим не из какого-то интереса, а мы исходим из именно своего априорного представления о том, что может быть через несколько лет выгодно. Иногда мы можем ошибаться, иногда мы надеемся, мы будем выигрывать. Ну, это уже речь идет о профессионализме инвестора, да? О его чутье, о его... Знаете, сложно сказать, что такое профессионализм инвестора. Ну, традиционно, если мы говорим о каких-то классических инвестициях, да, то мы выбираем инструменты, которые, на наш взгляд, по крайней мере, имеют комфортное отношение к риск-доходности. Вот вам профессионализм инвестора. Смотрите, я думаю, что мы с удовольствием, возможно, Игорь тоже меня поддержит. Я думаю, мы с удовольствием придем к вам через несколько лет на специальный эфир поговорить о профессионализме инвестора, когда будем иметь по 10 выходов. Пока про это говорить просто рано. Это не наши проблемы с Игорем, это просто проблемы нашего молодого рынка в целом. Константин, ну, конечно, скромность украшает, но хотя, с одной стороны, сейчас у нас пассивные компании, мы не можем похвастаться большим количеством выходов, но мы можем похвастаться значительным ростом этих компаний. Но уже есть показатели. Да, и это очевидно. То есть у нас нет большого количества компаний, которые мы продали, из которых вышли. Но компании, которые из стартапов, они оперились и стали хорошими компаниями, с миллионными оборотами, с многомиллионной аудиторией пользователей, этим мы похвастаться, несомненно, можем. Здорово. Я вас попрошу, уважаемые гости, через некоторое время давайте, собственно, и хвастаться этим будем, начнем в эфире. А можно? Ну, я думаю, что стоит, потому что мы и заявили сегодня в тему, что мы будем именно об успешных кейсах. И тем не менее, прежде всего, Игорь, еще вам хотел бы этот вопрос задать, вновь возвращаясь к процессу выписки чека. С вашими коллегами, многократно разговаривая в этой студии в том числе, я очень часто слышал такое мнение с точки зрения инвесторов. И, кстати, с точки зрения стартапера совпадало это мнение, что, ну, я не знаю, там, правильный инвестиционный взгляд или правильный стартап, он выглядит именно так, что инвестор только выписывает чек. И не лезет вот в это дело, потому что, а, стартап развивается только успешно, что его погружение туда и не нужно. И не требуется. Да, да, Игорь. Конечно, значит, мнение имеет права на жизнь. Я бы только приветствовал, чтобы у меня были все стартапы такими, которым достаточно денег. Я бы очень был. Серьезно. Но, как правило, все-таки, но на нашей стадии, ребята, которые приходят, им помощь нужна. Конечно, абсолютно противопоказано, чтобы инвестор брался порулить. И мы никогда этого не делаем. А в то же время мы понимаем, что вот молодые команды, как правило, у них есть много каких-то аспектов, в которых им нужна наша помощь. Это, может быть, самые разные вещи, как выстраивать стратегическую линию, как преодолевать трудности роста. Когда компания переходит от стадии двух человек, которые что-то сделали на коленке, компания, в которой 50, 100, 200 человек, менеджмент, наблюдательный совет, совет директоров, финансов и так далее, это тоже то, что мы им помогаем делать. Когда в компанию приходят инвесторы следующего раунда, это уже такие взрослые фонды с агрессивными, какими-то американскими, английскими юристами и так далее, мы опять-таки им помогаем. Так что много вещей. Ну и в стратегии самого роста, развития продукта мы можем помочь, даже будучи не настолько глубоко проникнув в технологии, как сами главы проектов, у нас все-таки есть большой опыт, много проектов и какой-то взгляд на вещи. Поэтому помогаем, несомненно. Я понял. Ну и возвращаясь. Что-то хотели добавить? Да, я хотел, собственно, согласиться с Игорем, потому что основная задача, конечно, это стараться помочь, а не сделать за проект. Причем мы здесь исходим из чисто утилитарных соображений, потому что иногда даже понимая, что мы сделать можем что-то в несколько раз быстрее и лучше, мы стараемся этот соблазн в себе всячески побороть, потому что мы считаем, что проект, про который на рынке будет известно, что это сделали за него мы, потом будет стоить дешевле, чем проект, который, может быть, делал все, так сказать, немножко дольше, но сделал это в результате сам. Вот такое, наверное, уточнение. Во всем остальном я с Игорем здесь полностью соглашусь. Вообще, если говорить про тему умных денег, о которых любят порассуждать стартаперы, то здесь у меня есть другое как раз, ровно противоположное наблюдение. Которое состоит в том, что ровно эти же люди, которые сначала долго тебя расспрашивают, насколько твои деньги умные, потом, соответственно, начинают рассказывать тебе же, что на самом деле, так сказать, ну, дал денег и все, давай, до свидания. Что интересно, это очень как раз хорошо персонализировано в одних и тех же людях. Поэтому я думаю, что реальная жизнь, она, как всегда, лежит где-то посередине, стартаперов не должно быть иллюзией о каких-то, так сказать, умных, старых, добрых, прожженных инвесторов, которые, так сказать, их куда-то введут в какой-то иной мир. Соответственно, с одной стороны, с другой стороны, инвесторы, конечно, должны с уважением относиться к командам, в которые они вкладывают. Потому что команды их сделают богаче. Конечно. Ну, есть еще один аспект этой проблемы. Есть проекты, в которые мы входили, чтобы попробовать рынок, попробовать отрасль. Это, в частности, проекты не российские. И с опытными лидерами, которые уже до этого сделали ряд проектов, они успешные, понимающие. И мы для себя априори думали, пожалуйста, мы поучаствовали, как говорится, выписали чек, и теперь будем сидеть на берегу и ждать погоды. Лидеры этих проектов очень часто хотят советоваться, просят совета, обращаются к совету нас, как инвесторов. И в том числе они и пытаются, и находят способы работать с другими проектами внутри индустрии, понимая, что это самый короткий путь через эту связь, получить какую-то синергию, какое-то дополнительное качество. Да, 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 о которой мы говорим. Игорь, я хотел бы уточнить. Вы начали с того, что привели в пример ситуацию, когда вы прощупываете рынок. Ну, видимо, у вас не было опыта работы именно в этой отрасли, именно в этом рынке. И тем не менее, ваши же, в данном случае, партнеры обращаются к вам за советами. Да. Вот, я так думаю, что в рамках чего могут быть эти советы, если у вас нет опыта работы на этом рынке? Сопредельных, потому что никакой проект не существует в вакууме. А проект, который занимается, допустим, новыми мобильными приложениями, он может заинтересоваться какими-то нашими вещами в области мессенджеров, блогосферы и так далее. А проект, который начинает развиваться в Калифорнии, но хочет попробовать себя там на восточном побережье, или в Европе, или в России, обращается к нашим опыту и компаниям, которые работают на этих рынках. То есть здесь как технологическое, так и маркетинговое сотрудничество вполне прослеживается. И у нас таких примеров не с числа, то есть очень много. Я понял. Хорошо. Теперь, собственно, к примерам, да, Константин, вернемся. Я напомню нашим уважаемым слушателям, сегодня мы говорим о синергии между инновационными проектами, и, собственно, сейчас будем обсуждать успешные примеры, успешные кейсы. И на всякий случай я напомню также и телефон студии, телефон прямого эфира 6510-996, код города 495. Если у вас будут вопросы к моим сегодняшним гостям, пожалуйста, звоните или пишите по адресу finam.fm. Константин, давайте с вас начнем. Я предложил бы опять рассматривать эти успешные примеры вот с той точки зрения, которую вы некоторое время назад нам предложили. Есть маркетинговые, есть технологические синергии. Давайте вот с технологической, наверное, начнем. Ну, давайте, может быть, да, два примера, собственно, приведем, на это мы ограничимся, иначе это какая-то будет реклама, рекламная пауза уже, да. На самом деле, так сказать, очень важно, чтобы работали хорошие синергии. Я говорю, то есть нужно очень изначально хорошо представлять, почему ты именно вот в эти проекты хочешь вложить деньги. Мы когда-то в свое время для себя решили, что нас очень интересуют новые способы коммуникации между людьми. И у нас, поскольку мы очень много читаем всяких маргинальных аналитиков, и мы на самом деле очень верим маргинальным аналитикам, потому что маргинальные аналитики, они анализируют как раз то, что на самом деле есть на рынке, а не то, вокруг чего есть платежеспособный спрос корпораций, являющихся лидерами сегодняшнего дня. Вот понимаете, что я хотел сказать? То есть они не пересекаются никак? Нет, они просто, так сказать, реально пытаются найти чего-то новое. То, что как бы есть какие-то новые паттерны поведенческие, так сказать, употребителей, да, или какие-то новые технологии, которые там могут стать популярными. Вот. И, значит, соответственно, поскольку изначально все сегодняшние лидеры когда-то тоже были предсказаны маргинальными аналитиками, да, мы очень верим маргинальным аналитикам, в отличие от общепризнанных таких как бы лидеров рынка, так называемых. Вот. И очень много их читаем. И вот, значит, очень много их прочитав, мы, например, для себя выявили одну интересную ситуацию, которая состоит в том, что люди, на самом деле, все больше погружаясь в онлайн, все, так сказать, меньше утрачивают какие-то, так сказать, навыки оффлайнного общения. И это реальная проблема, потому что человек, в принципе, он социальное существо, и та степень эмоциональной вовлеченности, которая возможна при коммуникациях между людьми в оффлайне, она в онлайне, в принципе, невоспроизводима. Вот. Значит, и, соответственно, у нас родилась... А может быть, извините, перебью, может быть, стоит говорить, что социальная составляющая все равно, взаимоотношения остается, просто она приходит в некую какую-то иную фазу, да, на другой уровень. Эмоции будут неважны, будут лайки и что-то там еще. Ну вот нам так, нам вслед за маргинальным аналитиками так не кажется. Не кажется, понятно. Не кажется. Нам кажется, это такой, так сказать, некоторый перегиб. Вот. Соответственно, нас очень заинтересовали возможность делать какие-то коммуникационные сервисы, которые будут людей, наоборот, из онлайна возвращать в оффлайн. Это какие-то, так сказать, встречи, отношения, контакты, совместное проведение досуга за чем-то более содержательным и полезным для здоровья, чем, там, за экраном компьютера, да. Вот. Соответственно, и вот была попытка, так сказать, в эти сервисы каким-то образом проинвестировать. Это вот была, наверное, как говорил Игорь, та самая экспериментальная инвестиция, потому что мы до конца не понимаем вообще, чем это все закончится. Аналитики все-таки маргинальные. Да, да, да. И, кстати, я так понимаю, основная проблема понять, да, вот, насколько мотивировать это будет выйти из онлайна в оффлайн. Событие, да, которое должно заставить будущее. Да. Ну вот, собственно, синергия. Значит, поскольку, соответственно, изначально была выбрана такая область, связанная с коммуникациями, вот, мы начали искать какие-то технологии, которые для этого очень, на самом деле, могли бы быть важными. Вот. И, соответственно, такая технология была найдена. Это достаточно популярный у нас пока на B2B рынке сервис IP-телефония, известный под названием Zingaya, который, на самом деле, очень серьезно добавляет не только в другие наши проекты, связанные с человеческими коммуникациями, но, в принципе, добавляет в любые проекты, связанные с человеческими коммуникациями. Вот. И сейчас вот, как бы, пилотный проект заканчивается. Я думаю, что на следующей неделе можно будет... Кстати, ну, уточните, все-таки, давайте, хотелось бы, что добавляет то он? Это какая-то... Он добавляет возможность поговорить голосом. А, понятно. Это же очень важно, на самом деле. Люди стали слишком много писать и слишком мало говорить голосом. Почему они стали мало говорить голосом? Потому что они устали от телефона. Потому что телефон, во-первых, так сказать, он синхронен, а люди устали от синхронности. А, во-вторых, телефон не позволяет человеку общаться в каком-то конкретном контексте. А, соответственно, более интеллектуальные коммуникационные сервисы позволяют выбирать контекст общения. Ну, условно говоря, я вот, скажем, с человеком, который хочет со мной поговорить по какому-то конкретному вопросу, и я понимаю, что это за вопрос, я отвечу с гораздо большей вероятностью, даже если это незнакомый мне номер, чем человеку, которого я не понимаю, о чем хочет со мной разговаривать. Игорь, вы читаете маргинальных аналитиков? Ну, куда деваться. Менее оптимистичный Константин, заметьте, да? Вы с удовольствием погружаетесь. Когда я слушал Константина, я думал, что он имеет в виду другой проект, потому что у нас есть как раз проект, в который Константин мне порекомендовал войти, и я вошел, который тоже, значит, людей должен... А нет, я имел в виду как раз, вот, причем, Сергей, я имел в виду как раз этот, так сказать, этот проект вместе с Зингай. Я думал, что про этот вы расскажете. Я понял, понял. Значит, это... Да, в такие проекты мы вкладываем, потому что есть новые вещи, предсказать развитие которых невозможно, но если вектор, который задается учителями проекта, нам нравится, и если они достаточно уверенно излагают стратегию, то мы готовы их поддерживать. Хотя, конечно, в таких случаях гораздо больше вероятностей, как того, что выбрали неудачу, так и того, что по дороге к удаче будет много поворотов, там... Ну, по-другому не бывает, да? Дорога к удаче, она сложна и ветвиста. Давайте сейчас прервемся, послушаем рекламу на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с синергией, синергией инновационных проектов, и говорим об успешных примерах, приводим успешные кейсы. А еще раз представлю я своих гостей. Сегодня в студии Игорь Рябенький, основатель... Сори, договорились мы об управляющих партнерстве. Итак, Игорь Рябенький, управляющий партнер кондиционной компании «Альтаир», и Константин Синюшин, управляющий партнер венчурной компании «The Untitled». Сложно выговаривать. О, да. Сами долго тренировались, Константин. Это тема для отдельных редакций, скажу сразу. Хорошо. Итак, друзья, я призываю вас принять участие в нашей беседе. Телефон прямого эфира, телефон студии 651099,6, код города 495, и сайт компании финам.фм. И, уважаемые гости, я хотел бы еще вот какую точку зрения сейчас изложить, если посмотреть на нашу беседу сегодня именно с позиции потенциального, наверное, стартапера, потенциального будущего бизнесмена, который хотел бы вот что-то такое соорудить. Ведь в этом случае поиск инвестора, наверное, с его точки зрения тоже должен быть связан с возможностью синергией. Он, да, разговаривая с будущим инвестором, он скажет, ребят, ну, может быть, сам проект вам, ну, по какой-то причине, да, непонятен, неблизок, не очень сейчас, по крайней мере, у вас. Ну, вы, вот, обратите внимание на то, что, да, мы можем связь вот эту, 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 эту проследить, и тогда, как совершенно верно сказал Игорь, будет один плюс один равняться трем. Олег, смотрите, в таких случаях мы, тем, кто ищет поддержки своего проекта, инвестиций, мы советуем, вы когда идете к людям за поддержкой, вы сделаете домашнюю работу и посмотрите, к кому вы идете. Тогда вероятность попасть будет гораздо больше. Что за домашняя работа, Игорь, вот это интересно. Ну, изучите хотя бы тех потенциальных игроков рынка инвестиций, у кого вы собираетесь просить деньги, и не приходите там, не знаю, с проектом, строительного проекта к тем, кто занимается интернетом. Не приходите к тем, кто занимается, я не знаю, там, нефтяным бизнесом или, там, бензоколомками, не приходите к ним, там, с проектом медицинского оборудования и так далее. То есть, это самый простой способ, и это просто прочитать про людей и понимать их специализацию. Тогда шанс, что вы попадаете, он гораздо выше, и для вас полезнее, потому что вы идете к людям, которые, а, имеют устремление в этой области, б, имеют экспертизу. В этой области. Таких примеров тоже очень много, когда приходят непонятно с чем, я каждый день многим людям пишу там, извините, это не наша предметная область, просто потому что они не прочитали. Кстати, вот, вроде бы, да, ничего сложного в том, чтобы подготовиться. Ты идешь, да, к серьезным людям для серьезной беседы, ну, подготовиться хотя бы элементарно. Не делают. Уже сам, сам по себе, вот, да, вот этот подход, он, как бы, я так понимаю, с точки зрения инвестора уже говорит о многом. Конечно. Стоит ли сотрудничать, да? Если человек делает, там, условно говоря, где-то находит на сайтах еще где-то, есть сейчас такие прямо, сайты, которые дают много контактов, нелегально, там, этих потенциальных жертв, скажем, и они берут, просто заряжают эту веерную рассылку, а не поинтересовавшись точным названием, фамилией, что, а приходит письмо, там, от будущего соискателя, типа, привет, прилагаю, я понимаю, это веерная рассылка, какой привет, причем, не здрасте, не до свидания. Тогда, конечно, это видно, что такой бросок в никуда. Это несерьезно, как минимум. Несерьезно, да. Ну, да, рынок не зрел просто, как бы, он, есть надежда, что он будет созревать, есть надежда, что, так сказать, начальный уровень общей бизнес-квалификации стартаперских команд будет выше, есть надежда, что инвесторы будут известнее, есть надежда, что инвесторы будут специализированными. Вот, мы, например, после таких обобщений от результатов, наверное, двухлетней нашей деятельности, мы вообще склоняемся к мысли, что необходимо делать какие-то, видимо, тематические фонды, которые будут специально инвестировать только в конкретный кластер, и, в общем-то, так сказать, всем должно быть на рынке понятно, что вот этот фонд сделан специально для этого кластера. Поэтому, каким бы ты ни был хорошим проектом, тебе сюда ходить не нужно, если твоя тематика к тематике кластера отношения не имеет. Согласен. Ну, и к обещанным примерам давайте вернемся. Ну, примеров сотрудничества много. Допустим, вот у нас есть проект, который занимается успешно облегчением жизни для путешественников. То есть бизнесмен или, там, турист, который ездит по странам, понятно, несмотря на какой-то прогресс, очень дорого платить за международный роуминг. Значит, у нас есть компания, которая сделала такое устойчивое решение, которое дает интернет на привычной большой скорости, в принципе, в любой стране мира для бизнеса или для граждан. И это не требует дополнительных затрат, да? Это требует, конечно, покупки какого-то плана, но это, там, на порядке, на порядке дешевле. Ну, это не то, что если, да... Да, чем если ты просто позволил себе включить роуминг за границей. Вот, теперь эта компания, она вполне успешна, но она не присутствовала на российском рынке никак. И когда они решили идти на российский рынок, значит, они познакомились с компаниями, там, в портфеле Альтаира, договорились с другой компанией, которая, компания, которая занимается импульсными покупками. То есть это когда можно, сфотографировав какой-то код или изображение, сразу, значит, перейти к покупкам. Это позволило им, не имея пока присутствия там в России, еще не основывая каких-то больших планов, сразу в течение первой недели после выхода на рынок уже иметь какие-то продажи в России на основе, значит, партнерской программы с нашей же командой. Что было выгодно и российским потребителям, и нашему бизнесу-партнеру, и тем, и той компании, которая, значит, предоставляет услугу. Есть примеры, значит, немного, которые потребителю не так видны, но выгоды тоже очевидны. Допустим, у нас есть проекты в области электронной коммерции, которые агрегируют, объединяют возможность покупки от многих известных марок, магазинов и так далее. Какая основная проблема на просторах нашей необъятной родины? Это доставка. То, что более-менее как-то решается в городах-миллионниках, как только это касается, значит, как это доставить до какой-то точки определенной в стране, это является проблемой. А у нас в портфеле есть компания Checkout, которая просто эту проблему хорошо решает. И наши же компании, которые занимаются коммерцией или, значит, агрегированием, или собственной коммерцией, являются одними из первых их партнеров и потребителей. При этом получается, что выигрывают все, компания электронной коммерции делает услугу для своих пользователей, пользователь из какого-то небольшого города спокойно и за абсолютно те же самые деньги по доставке, как и пользователь столицы, получает возможность приобрести товары, те, которые ему интересны и те, которые ему нужны. — Насколько я понимаю, Константин, мы сейчас обсуждаем в основном примеры, связанные с технологической синергией. — Да, значит, на самом деле коммерческой синергии пока на самом деле мало. Но вот у меня, кстати, возникла по ходу эфира уже возникла идея. Я, соответственно, только поэтому не успел ее заранее согласовать. Но давайте, может быть, сейчас посоветуемся. У меня просто в голову пришла одна замечательная мысль. Вот я сейчас примерно представляю, как вот сейчас, например, запичить Игоря на тему, как можно построить, не выходя из этой студии, построить маркетинговую синергию, например, между Alitics и Rolot. Это два таких рекламных проекта, смысл которых и целевая аудитория совершенно одинаковы. Смысл проекта Игоря, который называется Alitics, состоит в том, чтобы предоставить облачный сервис по прямому размещению и оценке эффективности, аналитической оценки эффективности рекламы контекстовой и в интернет-маркетах, соответственно. А у нас, например, есть проект, который реализует ровно ту же самую идею и какие-то очень похожие аналитические методологии, но для рекламы медийной. Значит, соответственно, вот в чем, на примере, так сказать, вот этого, когда у нас аудитория пересекается, вот эта маркетинговая аналитика в чем может состоять? Она состоит в том, что продавать, так сказать, стэк всегда оказывается дешевле в расчете на удельную цену приобретения нового покупателя, чем продавать отдельный продукт. Вот. До конца, так сказать, видимо, эти механизмы нужно уже за пределами эфира обсуждать, но вот общая идея, как мне кажется, она должна быть понятной. Игорь? Нет, я с этим согласен. Есть еще один проект Константина, допустим, Алока, в который я вкладывался как раз с точки зрения, уже после Константина, как раз с точки зрения, что это раздвигает какой-то, вот делает этот самый стэк. И с той же точки зрения, значит, я этот проект потом привел к нашим другим портфельным компаниям. То есть это сервис, который позволяет по телефонному звонку определить статистику и эффективность рекламы в каких-то газетах, журналах, в оффлайновых средствах информации. И в то же время он синергетически работает с нашими проектами, которые продают онлайн продвижение, там, партнерские программы и так далее. То есть это абсолютно очевидный момент синергии между проектами внутри нас, между проектами, которые, значит, работают там профессиональные инвесторы, которые, значит, знакомы друг с другом и знакомы с проектами. Понятно. Еще один вопрос. У нас, к сожалению, времени совсем немного. Может быть, и непосредственно не относятся к теме нашего сегодняшнего разговора. Но, учитывая, что сегодня в студии два представителя инвестиционных компаний, два венчурных инвестора, мне хотелось бы у вас, уважаемые гости, узнать, в какой момент вы, я не знаю, чувствуете, видите по каким-то финансовым отчетностям, что этот проект уже успешен, ну, для вас, как для инвесторов. Из него надо выходить. Хороший вопрос. Можно я сразу? Я вообще больше всего боялся, что вы спросите, что будет с курсом евро. Я сам знаю, поэтому я не спрашиваю. Да, значит, смотрите, то есть как только начинают звонить не только знакомые, но уже и незнакомые люди и спрашивать, а сколько может стоить доля в этом проекте, значит, пора выходить. Ну, у меня нет такого четкого критерия, как у Константина. У меня здесь больше ощущений такое. Когда я понимаю, что наше влияние в проекте становится достаточно небольшим, когда я понимаю, что, в принципе, там достаточно уже много фондов, инвесторов сильного уровня, мощный совет директоров, сильными профессионалами рынка, и, значит, грубо говоря, ослаблена какая-то уже вот такая связь с основателями проекта, в этот момент мы уже можем думать, что пора. То есть, говоря другим языком, ваша доля сильно размылась уже, да? Или сильно размылась, размылась. При этом она в этом, по оценке, она может во много раз, она будет, там, у нас будет меньше процентов в компании, но это будет стоить гораздо дороже, чем то, что мы инвестировали. И все равно вы в этом смысле готовы выйти. В этом смысле, да, мы будем обдумывать выход. Огромное спасибо, уважаемые гости. Игорь Рябенькин, Садин Синюшин сегодня в сухом остатке. Спасибо за внимание. Всего хорошего.